Здравствуйте! Новости из Украины. В студии работает Сергей Петренко. И далее поговорим о самом главном. Авдеевка в огне. Боевики третьи сутки обстреливают жилые районы из градовой тяжелой артиллерии. В городе объявлено чрезвычайное положение. Ключи от Евровидения 2017. Стокгольм передал Киеву символическую эстафету песенного конкурса. И ни дня без медалей. Второй день зимней универсиады принес в копилку сборной Украины еще две бронзы в биатлоне и сноуборде. Немедленно вынести на рассмотрение Совбеза ООН вопрос об обострении ситуации в районе Авдеевки. Такое поручение президент дал заместителю главы своей администрации Константину Елисееву. Петр Порошенко провел экстренное совещание с силовиками. Обсудили вопросы безопасности в районе обострения боевых действий, гуманитарную ситуацию и обеспечения защиты гражданского населения. Президент отметил, что держит развитие ситуации на контроле и задействовал все международные инструменты для ее урегулирования. Петр Порошенко также заявил о необходимости привлечь к ответственности российских боевиков. По словам главы государства, украинские военные блестяще отстаивают позиции. У них есть все возможности защищать себя, так как приказа не отвечать на уничтожающий огонь нет. Единственное исключение, когда преступники, российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой. У нас есть четкие доказательства этого. Я хотел бы подчеркнуть, что в этих условиях, как ведут себя российские боевики, а на сегодняшний день впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей, были применены грады, массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии. Если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности? Государство-участники АБСЕ призывают Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке для выполнения минских соглашений. Об этом сообщается в Твиттере постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене. Там отметили, что к решению пришли во время экстренного заседания постоянного совета АБСЕ по ситуации в Авдеевке. Кроме того, в Евросоюзе обстрелы населенного пункта назвали вопиющим нарушением минских договоренностей и серьезной угрозой мирным жителям. Об этом говорится в заявлении Европейской службы, внешних дел и верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерике Магерини. В ЕС подчеркнули только полное прекращение огня и немедленный и безопасный доступ наблюдателей АБСЕ урегулирует этот конфликт. Боевики продолжают стрелять по Авдеевке. Они игнорируют призывы украинской стороны соблюдать режим тишины. Об этом сообщил в Фейсбуке глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский. По его словам, подтверждение прекращения огня от российской стороны в СЦКК не поступило. Ремонтные бригады не смогли выехать на место разрыва линии электроснабжения. Из города эвакуируют людей с особыми потребностями и тяжело больных. В Авдеевку завозят дополнительные электрогенераторы и полевые кухни. Напомню, в городе объявлено чрезвычайное положение. Ночью российские оккупационные войска обстреляли Авдеевку из градов. Повреждено несколько жилых домов. Есть раненые среди местного населения. Город остался без света, тепла и воды. Если вчера противник применял минометы и пушки, то после полуночи по Авдеевке было выпущено более 80 реактивных снарядов из реактивных систем залпового огня «Град». Это более двух полных боекомплектов. Стрельбавилась прямо из Донецка. ОБСЕ и специальный центр по контролю и координации пытаются повлиять на боевиков, чтобы договориться о прекращении огня для ремонта коммунальной инфраструктуры и для того, чтобы боевики забрали тела своих погибших коллег. По данным разведки, вчерашние потери противника на этих рубежах – 10 погибших и 25 раненых. Тяжелая ситуация на Донецком направлении, в Опытном и Верхнеторецком. Там оккупанты стреляли из 120-мм минометов. По Луганскому били из гранатометов и стрелкового оружия. Под огнем артиллерии боевиков оказались Водяное и Бердянское. По Новогригорьевке, Красногоровке, Павлополю и Толоковке и Новотроицкому оккупанты вели огонь из 120-мм минометов. По Широкино и Новогригорьевке из стрелкового оружия. Снайпер работал в Чермалыке. Также российско-оккупационные войска накрыли минометным огнем Крымское, Троицкое и Новозвановку. В боях ранены двое украинских военных. Еще два травмированы. Иск против России в суде ООН дополнит информацией о ситуации в Авдеевке. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Он назвал действия боевиков и российских регулярных войск преступлением, которое ведет к гуманитарной катастрофе. Они уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и блокируют ремонтные работы электро- и теплосетей. Такие действия обрекают людей на замерзание при сильных морозах. Министр не исключает, что оккупанты действуют сознательно. Климкин отметил, что Украина уже сообщила о ситуации в международной инстанции и призвала совместно давить на Россию, чтобы заставить ее выполнить минские договоренности. Прокомментировать последние события на Донбассе мы пригласили генерала армии Украины Николая Маломужа, председателя службы внешней разведки с 2005 по 2010 годы. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Добрый день. И давайте начнем с самого главного. Чем можно объяснить последние перипетии, последнее обострение ситуации в Авдеевке, в районе Авдеевки? Есть две причины. Одна стратегическая, с учетом изменения геополитики и новых переговорных процессов Трампа, Меркель, Оланда. Соответственно, и возможные договоренности по Украине. Россия реализует свой сценарий. Понудить именно и наших союзников для давления на Украину в отношении того, чтобы мы согласились реализовать дорожную карту, но и политическую часть. Это провести выборы, контролированные боевиками. Понудить именно через формат радикализации ситуации и новых обстрелов по всей периметру линейного ограничения. И конкретно тактическая задача, это, конечно, контроль над стратегически важным объектом в районе Авдеевки. Это дорога, это, соответственно, федерационный центр, который имеет очень важное стратегическое значение для поставки воды. И боевики эту тему сегодня пытались реализовать. Уже три дня идут бои с потерями с обеих сторон, но, конечно, боевики сейчас потерпели очень важное поражение. Может ли это быть отвлекающим маневром от мариупольского направления, по вашему мнению? Я считаю, что в данной ситуации идет расширение общей зоны конфликта. И Авдеевка, и Мариупольская, мы же сегодня говорим о Коминтерново. Сейчас еще, соответственно, есть проблемы и по Ясеноватой, есть проблемы на Луганском направлении. То есть расширение зоны конфликта – это глобальная тема. Для того, чтобы именно были поводы поднимать тему. Сегодня на свете безопасности вопрос уже будет звучать первая консультация. На АБСЕ Европейский Союз поднял этот вопрос. Сейчас Мегрини подняла эту тему. Соответственно, контактная группа. То есть все вопросы в отношении регулирования. Но Россия будет отставить на то, чтобы Минский процесс решил двумя форматами. Формат безопасности и формат политический процесс. Это выборы, это та тема, которую постоянно инициирует Путин. И он будет все-таки ставить вопрос перед всеми международными организациями, чтобы процесс двигался, но по редакции России. Окупационные войска бьют уже из градов по населенным пунктам. Уже есть жертвы как среди мирного населения, так и большие жертвы среди военных. Может ли быть такое, что ближе к весне начнется полномасштабная операция со стороны оккупационных войск России? Мы предусматриваем, что к весне будет расширение зоны конфликта. Но полномасштабная операция не предусматривается. Потому что и боевики, и Россия понимают, что мы имеем уже очень мощные подготовленные вооруженные силы. Но расширение зоны конфликта будет именно как такой формат давления на Украину постоянно. И жертвы, которые будут с обеих сторон, они, конечно, будут фактором того, что необходимо прекратить именно военные действия, начать переговорный процесс и начать мирный процесс. Но, конечно, Россия будет наставить на своем сценарии, который уже отработан. Уже даже прошли праймерис кандидаты на выборы. И, соответственно, они будут наставить на выборах параллельно с другими пунктами Минских соглашений. Вы в первом еще вопросе упомянули, что сейчас, по сути, идут игрища между договоренностями США и России. И Украина в этих игрищах, будем говорить, пасет задних. Можно ли говорить о том, что все-таки Украину разыгрывают как карту? В данной ситуации об этом говорить не можем. Это пытается сделать Россия. Она пытается подвинуть Трампа под переговоры по глобальному разоружению и отдав, так сказать, под контроль территорию Украины и Крым. Соответственно, я сам вернулся буквально недавно с США, где присутствовал не только на инаугурации, а на неформальных встречах республиканской партии, команды Трампа, где четко отрабатывалась модель. Да, будут проблемы глобального регулирования, это ядерное противостояние и допущение мировой войны, и конкретные дорожные карты по Украине, Сирии, Ираку и Афганистану. Вот в рамках этого будет двадцатка США, Россия и Украина участниками, но никаким способом без Украины будут решаться вопросы нашей судьбы. Каким образом мы можем в этой ситуации подстраховать себя? И можем ли есть шансы рассчитывать на полицейскую миссию ОБСЕ в Украине? В первую очередь нам должна активная внешняя политика, особенно в плане контакта с новой командой США, нашими союзниками Германии, Франции, Великобритании, соответственно, и международные форматы международных организаций. Это Совет Безопасности, это Европейский Союз, это, конечно, НАТО, это ОБСЕ. Вот таким форматом мы понудим к эффективной политике, включая команду Трампа в интересах Украины. Как раз вот эта тема сейчас должна быть приоритетна для президента Украины, для нашей дипломатии и для наших спецслужб, которые работают за рубежом. Спасибо вам за разговор. Еще раз напомню, что с нами в гостях был Николай Маломуш, генерал армии Украины. Незаконные задержания и допросы адвокатов крымских татар нарушают все международные нормы права, заявляют украинские правозащитники. По их подсчетам, за стенках Крыма и России содержат около 40 политзаключенных. Их адвокаты порой единственная связь с внешним миром. Поэтому крайне важно, чтобы они могли беспрепятственно исполнять свои обязанности. Детальнее Инесса Занина. 26 января сотрудники ФСБ России провели обыск в доме Эмиля Курбединова. В тот же день адвоката задержали. И буквально к вечеру стало известно, что его арестовали на 10 суток. Правозащитники считают, это повод оставить его клиентов без адвоката. Ведь он не единожды заявлял о пытках, которые применяются к его подзащитным. В частности, к Рустему Исмаилову и Узаиру Абдулаеву. Поводом к задержанию, говорят юристы, послужило видео трехлетней давности о митинге в Крыму. Активист выложил его в соцсети, причем без комментариев. За день до этого российские спецслужбы задержали адвоката замглавы Меджлиса Ильми Умерова Николая Полозова. После допроса его отпустили. Это, безусловно, серьезные и грубые нарушения основных положений о роли адвокатов, принятых Конгрессом ООН. Он четко указывает, любые запугивания государством и правительством адвокатов с целью препятствовать их профессиональной деятельности недопустимы. Любая ассоциация адвоката с делами, что сегодня происходит в отношении Николая Полозова и Эмиля Курбиддинова, недопустима. Главная цель подобных репрессий против адвокатов – запугать людей и оставить без защиты политзаключенных, убеждены юристы. Посему призывают международные организации обратить внимание на вопиющие факты нарушения прав человека. Дело Эмиля Курбиддинова – его освобождение. Дело для международных организаций, потому что мы не знаем, что может быть хуже, если у нас есть около 40 политзаключенных, и теперь у них даже может не быть защитников. И как дальше защищать этих людей, и что с этим делать? Свою озабоченность ассоциация адвоката с делами выразил в обращении к представителю России по правам человека офис украинского омбудсмена. Ответа пока не последовало. Министерство иностранных дел направило ноту протеста Российской Федерации в связи с арестом крымского адвоката. Даже государство-оккупант, говорят, депредомстве обязано придерживаться международных норм в области защиты прав человека. Направили ноту российской стороне по поводу незаконного задержания Эмиля Курбиддинова с требованием освободить его. Также этот вопрос будет поднят в рамках заседаний всех международных организаций – ООН, ОБСЕ, Советы Европы. В четверг будет очередное заседание ОБСЕ среди 57 стран-участниц. И этот вопрос однозначно будет в повестке дня. Министерство иностранных дел настаивает на создании международной независимой мониторинговой миссии. Она обослеживала ситуацию с соблюдением прав человека в Крыму. Россия всячески этому сопротивляется. Инесса Занин, Александр Копыловский, ЮАИ-ТВ. Украина должна расторгнуть отношения с Российской Федерацией. Это будет адекватным ответом на усиление репрессий против крымско-татарского народа, заявил глава Меджли Сарыфат Чубаров в ходе акции в поддержку адвоката Эмиля Курбиддинова. Он подчеркнул, оккупационные власти Крыма уже начали преследовать адвокатов, защищающих украинских политзаключенных. Лидер крымско-татарского народа призвал Верховную Раду незамедлительно рассмотреть этот вопрос. Акция в поддержку крымско-татарского адвоката Эмиля Курбиддинова прошла сегодня в Киеве. Правозащитники требовали от оккупационных властей Крыма незамедлительно освободить их коллегу. Они подчеркивают, Курбиддинова задержали исключительно по политическим мотивам. Мы переживаем, что его дело могут переквалифицировать на криминальное. Кроме этого, его могут лишить адвокатской лицензии. Именно поэтому большинство международных партнеров уже высказались. Например, адвокатская палата Москвы сказала, что не могут происходить такие действия в отношении адвоката, потому что это политическое давление. Нет ничего общего с юридическими вопросами. Нам нужно пересмотреть весь спектр взаимоотношений с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Вплоть до прекращения каких-либо взаимоотношений во всех сферах и формах. Нам надо не на словах готовиться вернуть наши земли. Мы должны своими действиями к этому готовиться, разворачивать дополнительные военные подразделения на границе с Крымом. Нужно усилить оборону на Востоке. Борьба за чистоту информации. Министерство информполитики Украины просит Facebook ввести антифейковые механизмы в украинском сегменте. С таким письмом ведомство обратилось к администрации соцсети. По словам министра Юрия Стыця, Facebook в Украине становится все популярнее и часто является источником информации для СМИ. А в связи с конфликтом между Россией и Украиной появляется много неправдивых и манипулятивных материалов. Поэтому в министерстве просят Facebook лишить пользователей возможности выдавать посты от лица реальных СМИ. Подобные механизмы уже разрабатываются в США и Германии. Пользователи смогут помечать новости, как ненадежные для дальнейших их рассмотрения специализированным агентством. 74 миллиона долларов недополучил украинский бюджет от коррупционной схемы, которую раскрыли в НАБУ. На этот раз фиктивные продажи через компании-посредники осуществляли национальные поставщики «Титана» и «Зерна». Топ-менеджеры обеих компаний уже арестованы. Кроме того, есть новые задержания по делу экс-нардепа Александра Нищенко. Его, напомню, подозревают в воровстве более 100 миллионов долларов через Укргазвыдобывание. Напомню, он сбежал за границу, а в декабре 2016 года обвинил президента Порошенко и его администрацию в скупке голосов нардепов. В том числе через него. В доказательство привел собственные диктофонные записи разговора с главой государства. Дело по этому заявлению в НАБУ сейчас расследуют. Однако записей так и не получили. Это дело было зарегистрировано, чтобы дать возможность господину Анищенко предоставить конкретные факты и записи, о которых он неоднократно рассказывал. Мы допросили его в рамках Уголовно-процессуального кодекса, в возможном в этой ситуации формате. Однако новой конкретной информации и так называемых пленок Анищенко мы не увидели. Их нет. Я о них знаю только со слова «нищенко». Сто дней до Евровидения. Киев активно готовится принимать песенный конкурс. Сегодня столица Украины официально стала хозяйкой Евровидения 2017. Ключ и эстафету на право его проведения мэру Виталию Кличко передала президент Городского совета Стокгольма Ева-Луиза Эрландсон-Слорак. Церемония состоялась во время жеребьевки стран-участниц конкурса. Ключ от Евровидения, а с ним и права хозяина конкурса переходят к Киеву. Со Стокгольма этот символический атрибут привезла президент Городского совета. Впервые такую церемонию провели в 2008-м в Белграде. Теперь ежегодно город-хозяин конкурса добавляет к связке свою символику. Я передала вам эксклюзивный ключ от Стокгольма. Таких ключей очень мало. Один мы передали бывшему президенту США, другой вам. Следующий этап церемонии – жеребьевка. В первой ее части определили, в каких полуфиналах будут принимать участие страны большой пятерки. Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и страна-хозяйка – Украина. После этого между двумя полуфиналами распределили остальные 37 стран-участниц. В первом полуфинале выступят 18 стран, во втором – 19. Они состоятся 9 и 11 мая, финал – 13. В свою очередь, мэр Киева отметил, столица активно готовится, чтобы должным образом принять конкурс. Мы всеми силами вместе с международной командой делаем все для того, чтобы Евровидение прошло на высшем уровне. Есть много проблем и вызовов, но совместными усилиями Евровидение будет проходить в Киеве на уровне не худшем, чем в Стокгольме. Столица Украины во второй раз будет принимать этот конкурс, и мы прилагаем все усилия, чтобы он оставил яркие впечатления о Киеве. С творческим оформлением Евровидение 2017 тоже уже определились. В основе лого – как оберег традиционное украинское ожерелье. Лозунг «Уважайте многообразие» – как призыв к объединению Европы и стран за ее пределами. Выбирали лого и слоган на конкурсе. В конкурсе приняли участие 11 украинских дизайн-агентств. Они предоставили нам 23 идеи. Среди них – Организационный комитет национальной общественной телерадиокомпании и Наблюдательный совет песенного конкурса «Евровидение». Выбрали идею, в основе которой ожерелье. Напомню, Украина получила право организовывать конкурс в этом году, как страна-победитель Евровидения 2016 в Стокгольме. Его выиграла украинка Джамала с песней «1944». Канада передала Украине медицинское оборудование на миллион долларов. Это операционные столы, каталки, оборудование для оказания неотложной помощи, коляски для инвалидов. Все это уже передано в медицинские учреждения Киева, а также Донецкой, Ровенской, Полтавской и Черновицкой областей. Оборудование закупили за средства доноров в Канаде, а также общественных организаций. Помощь доставили вовремя, говорят врачи. Они изучили потребности института, что было нужно. Все это пригодится для наших больных, в том числе и для участников АТО. Люди в Канаде хотят видеть, куда идет их помощь. Мы счастливы, что собрали эту помощь. Еще планируем выслать три контейнера аналогичного оборудования через пару месяцев. Доставить посылку из-за границы в Украину и наоборот станет проще. Госпредприятие «Укрпочта» совершенствует перевозку и транзит международной почты. Вместе с одной из украинских авиакомпаний запускается в местную ее перевозку и обработку. Это должно способствовать возрастанию объемов почтовых отправлений с 36 тонн в месяц до 150. Совместный проект «Укрпочты» аэропорта «Борисполь» и международных авиалиний Украины по перевозке международной транзитной почты в тестовом режиме стартовал в 2016 году. За это время перевезли более 50 тонн почтовых отправлений из Китая. Сегодня сотрудничество скрепили меморандумом. Теперь объемы пересылок возрастут, а, соответственно, и посылок доставят больше и быстрее. Мы превратили процессы переработки почты в аэропорту. Теперь средний срок обработки и перевозки с аэропорта «Борисполь» к Укрпочте с пяти дней стал полтора дня. Это очень хорошее достижение, и я надеюсь, что этот срок будет уменьшаться еще. Посылки через Укрпочту уже можно отправлять в ряд стран Европы, Азии, Америки, Африки и в Австралию. С февраля открываются новые направления – Швейцария и страны Содружества независимых государств. Менеджмент аэропорта «Борисполь» данный проект рассматривает как один из этапов создания на базе предприятия мощного грузового хаба. Аэропорт «Борисполь» в очередной раз показывает, что является площадкой для успешных бизнес-проектов. И анализируя развитие именно почтовых перевозок в Европе и вообще за рубежом, мы понимаем, что перспектива их огромная и готовы содействовать развитию этого проекта в Борисполье. И считаем это также одним из приоритетных проектов для аэропорта. В Министерстве инфраструктуры уверены, совершенствование международных пересылок Укрпочты развивает транзитный потенциал страны, а также позволит Украине занять более серьезные позиции на мировом рынке. Это сильный шаг вперед по поводу оновления каргоавиации в Украине. Благодаря этому проекту мы существенно наращиваем объемы перевозки грузов на всех международных направлениях. Я верю, что это будет шаг, чтобы речь шла не только о росте пассажирских перевозок, но и о каргоавиации в Украине. Госпредприятие «Укрпочта» – один из крупнейших почтовых операторов Украины. Его доля на рынке международных отправлений – 80%. Алена Клюзко, Александр Копыловский, ЮАИ-ТВ. Его изделия в коллекциях деятельной науки, культуры, спорта, политики и духовенства. Среди обладателей даже Папа Римский Бенедикт XVI и Далай-Лама. Речь идет о классическом ювелирном доме «Лабарта», созданном в Украине в первые годы независимости. Художники, инженеры и мастера работают в классическом стиле, наследуя традиции Фаберджи и Челлини. И в то же время используют современные научные разработки в ювелирной технике. Некоторые произведения сами являются научными изобретениями. Чудеса древнейшего прикладного искусства на современный лад видела Инесса Занина. В этом ювелирном доме делают не просто произведения искусства, здесь создают истории. Например, хотят увековечить памятной табличкой пребывания известного композитора Ференцериста в Киеве. Тут он проигрался в пух и прах, и жители города собрали для него немалую сумму. Не гоже, чтобы такой талант уехал обиженным, решили они. Игорь Лабартас говорит, этот случай вдохновил его на создание памятных знаков по всей украинской столице, где побывало немало знаменитостей. Где-то рука торчит листа просящего, ее будут все гладить, натирать. Где-то, интересно, очень доска Сикорскому сделана. И превратить Киев в такую выставку вот этих арт-объектов, нестандартных досок. Нестандартное мышление позволяет создавать уникальные вещи. За 10 лет тут сделали около 120 изобретений в ювелирном искусстве. Одно из них посвятили 170-летию со дня рождения Карла Фаберже. Именно к его юбилею и его рождению мы сделали 10 новых видов закрепки. Феноменальные вещи. То есть они в корне меняют, как выглядит украшение, усыпанное драгоценными камнями, бриллиантами, рубинами, сапфирами. Новые виды закрепок позволяют усыпать драгоценными камнями 98% изделия, в то время как у Кортье это около 93%. Гордятся мастера и созданным впервые в мире камнерезным витражом. Ювелиры так обточили минерал, что он стал прозрачен, как стекло. Вот камнерезный витраж, он идеален. Чем больше света с той стороны, тем ярче проявляется он сам. Он красив и так, когда этого света нет. Или можно там делать дополнительную какую-то подсветку еще в окне. Но он невероятно красив, когда появляется тот свет с той стороны. Украинские ювелиры, единственные в мире, делают копии старинного огнестрельного оружия в миниатюре. Эти дуэльные пистолеты полностью воспроизводят оригинал, в том числе и механическую часть. Заряжают их специальными миниатюрными пулями без пороха. Даже стрелять можно. Правда, нанести непоправимый вред здоровью не получится. Выбираем знаменитые образцы оружия, которые выполнены в высшем пилотаже ювелирного искусства. И мы своего рода вот эту копию, повтор, делаем, но уже в миниатюре. То есть оно требует от нас вот этого масштабного изменения. В арсенале ювелирного дома кубки Фиде из серии Гран-при. Кабинетные скульптуры, шахматная доска из нефрита с серебряными фигурами, где роль белых играют казаки во главе с гетманом, а черных – османский правитель со своим войском. Каждая вещь завораживает не только внешним видом, но и инженерными решениями. Особое место в коллекциях знатоков занимают ювелирные украшения. Например, кольцо царевна-лебедь занесено в Книгу рекордов Гиннеса. В этом изделии использовано 2525 бриллиантов, создающих неповторимое сверкание всей поверхности. Его оценочная стоимость – 1,3 млн долларов. А запонки с гироскопическим стабилизатором изображение себя любимого носит недавно избранный президент США Дональд Трамп. Инесса Занина, Руслан Белозеров, UATV. Ни дня без медали. По таким девизам проходят выступления украинской команды на 28-й Всемирной зимней универсиаде в Алматы. Во второй день соревнований в борьбу вступили наши биатлонистки. Надежда Белкина добыла бронзу. Медаль такой же пробы добыл сноубордист Александр Белинский. Больше о выступлениях украинцев на универсиаде расскажет Олег Шумейко. Непростые погодные условия, обильный снег, дождь и сильный туман. Не помешали показать украинской биатлонистке Надежде Белкиной хорошую скорость. Хуже далась стрельба. Пять промахов – это и определило результат. Третье место на педестале. Лучше отстрелялись представительницы Казахстана – Алина Райкова и Галина Вишневская. Они взяли, соответственно, золото и серебро. Я, если честно, не ожидала, что буду в тройке. Просто сегодня погода очень сложная. На последних двух рубежах пошел туман. И все было непредсказуемо, что все могли настрелять. Поэтому я очень рада, что у меня третье место. Вновь приятные новости поступили из горнолыжного курорта Шимбулак, где на высоте за 2000 метров свои умения демонстрировали сноубордисты. Если накануне на педестал поднялись сразу два наших спортсмена – Анна-Мари Данча и Александр Белинский, то во время соревнований с лалами под прикрытием тумана на педестал залетел Александр Белинский. Анна-Мари своего партнера по сборной подбадривала уже в окружении украинской группы поддержки. У харьковского студента дежавю. Накануне Белинский уже проигрывал в полуфинале россиянину Богданову. А затем в малом финале побеждал соперника. Эта бронзовая история для украинского сноубордиста повторилась вновь. Доволен, в принципе, но мог лучше, опять повторюсь. Просто тяжело после вчерашнего дня остановиться так быстро. Вообще доволен результатом. Трасса сложная сегодня, туман, погодные условия сложные. Больше залетов сегодня, чем вчера. Вчера было чище, получше вчера было. Наганская дисциплина, слава, сложнее. После двух дней соревнований украинская команда имеет в своем активе четыре медали. Одну серебряную, три бронзовых и в общекомандном зачете идет на восьмом месте. Олег Шумейко, Тимофей Сорокин, ВТВ из Казахстана. На этом мы заканчиваем выпуск. Более детальную информацию смотрите на Фейсбуке и Ютьюбе. Я же прощаюсь с вами ненадолго. Хорошего всем настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова